Вот когда закончился Майдан, то, вы правы, много общественных активистов, людей грамотных, людей из бизнеса, они вдруг решили создавать, входить в рады, там, я не знаю, при президенте, при кабинете министров. Этих рад было много, этих организаций было много. И очень много говорили о том, что вот-вот, что мы разработали, что все хорошо, что мы встречаемся с правительством, мы встречаемся с президентом. И вот два года было такое чувство, ну, первый год было такое чувство, по крайней мере, что, наконец, произошло сращивание, что называется, элементов гражданского общества, толковых людей из гражданского общества, из бизнеса, вот, с людьми, там, из политики, и вот как-то это двинется. И вдруг, по прошествии двух лет, мы обнаруживаем, что экономисты, которые советовали, там, и президенту, и премьер-министру, вдруг оказываются, ну уж, простите, в оппозиции к тому, что они действуют. Вот когда произошел этот разлом? Что случилось? Почему это случилось? Ведь эти же люди не политики, не министр финансов, не министр экономики, они же не политиками, ну, давайте честно, они не являются. Ну, вот даже там, даже Гонтарева, та же самая главная банка, ну, что же не политик? Вот это же так называемые люди бизнеса, да, и что такое? Нет, давайте разделим. То есть вот этого не было, что после Майдана кто-то из людей Майдана пришел во власть. То есть вот этого не случилось, чтобы кто-то из общественных там активистов, из лидеров Майдана пришел во власть. Вот этого просто не было. Да, те, кто пришел во власть, они тоже, ну, были, наверное, сочувствующие Майдану, наверное, принимали там участие, но они не были какими-то там гражданскими активистами. А те, кто стал потом министрами, это люди круга президента и премьера. То есть ни Ересько, ни Абрамовичус, там, Павленко, Розенко, всех, кого вы там сейчас назовете, там, Зубко, это люди одного круга. То есть, возможно, это были какие-то компромиссные фигуры там, ну, где-то в каком-то сообществе, наверное, может, обговаривалось, кого мы куда поставим. Но это не было открыто. Это не было общественное обсуждение. Это не был конкурс программ. Или это не было конкурс идей. Или не было людей, которые сказали, я приду и сделаю вот это, это, это. То есть просто те, кто пришел к власти, президент, премьер и их окружение, поставило своих знакомых, людей, которые с ними до этого всегда работали, которые были успешными, на уровень министров. То есть сейчас получается такая ситуация. Люди, которые стали успешными в предыдущей системе, то есть вот той системе, которую мы сейчас называем злочинной и так далее, вот в той системе, когда была создана такая какая-то искусственная среда, где, чтобы заниматься каким-то бизнесом, ты обязательно должен был контактировать с представителями власти, иначе сложно мне представить. Наверное, были такие уникумы, но в основном все-таки люди пользовались контрабандой, обналичкой, то есть всем тем сервисом, который представляет государство. То есть государство предоставляет этот сервис, и если ты пользуешься государственным сервисом, контрабандой, обналички, то государство тебя поддерживает, твой бизнес будет жить. Если ты пытаешься партизанить и что-то делать, или тем более работать в белую вообще, то это все, вас просто съедят. Работать в белую очень сложно. И сейчас тоже? Да сейчас гораздо тяжелее стало. Если раньше работать в белую могли себе позволить представители партии регионов, осуществляя только какую-то поддержку, выборные каких-то движения, то сейчас работать в белую вообще невозможно. То есть как только вы начинаете работать в белую, к вам тут же приходят. В налоговой милиции даже есть маркер такой, как только они обязаны выйти на проверку, как только оборот предприятия резко возрастает. То есть представьте, вот вы купили оборудование, установили, купили сырье, ну и ваш оборот небольшой, вас видят по базе, что что-то вы покупаете, что-то тратите. И вот вы начали производить. Вы начали производить, у вас растет, растет. И вот у любого предприятия когда-то получается какой-то взрывной уже сбыт или что-то, ну когда на полную мощность выходит. Как только вы вышли на полную мощность, к вам обязательно тоже придет проверка налоговой милиции, обязательно что-то у вас найдут, обязательно вы будете оштрафованы и будете вынуждены решать свои проблемы. Если вы не пойдете на сотрудничество, вы сразу попадаете на такое, на долгие судебные расследования, рассмотрения. Вы будете постоянно отбиваться, вам будут приходить запросы из прокуратуры, из БУ. То есть медленно-медленно будет вас. Или вот как на больших предприятиях у вас просто может быть сидеть налоговая проверка месяцами. То есть вот просто приходят люди, они у вас сидят, копаются в бухгалтерии. И вы уже понимаете, что господи, да мне легче уже заплатить, чтобы только быстрее это все прекратилось. Либо вы идете, ну, принимаете решение, нет, платить не буду. И вот эта судебная тяжба длится годами, годами длится. То есть сегодняшнее состояние судебной практики, это вот на круглый стол по налоговым вопросам пришел представитель высшего административного суда. И он говорит этим представителям власти, там была замминистра Елена Макеева, он ей говорит, что вы такое делаете, говорит. Мы общаемся с нашими западными коллегами, все дела в основном, которые они осматривают, это между людьми, там, или компания с компанией. У нас же 95% исков это предприятие или человек с налоговой инспекцией. Вот все эти иски, это все с налоговой, мы завалены вашими делами, говорит. Вы что, не понимаете, что какая-то есть системная ошибка в этом всем, что мы перегружены этими исками к налоговой милиции или налоговой милиции на какое-то предприятие. Говорит, это же надо как-то прекратить, говорит. То есть, ну, суды не могут с этим справляться, говорит. Вы понимаете или нет? То есть, только по НДС за первые полугодия 2015-го было 25 тысяч исков. Тысяч. То есть, это невозможно, так говорит, что вы такое делаете. То есть, у нас получается налоговая милиция, прокуратура, силовые структуры. Так получилось, что не только налоговая милиция может копаться в делах предприятия, но и все силовые структуры, МВД, и прокуратура, и СБУ, и даже антимонопольный комитет может возбудить уголовное дело и вести следствие. То есть, везде есть свои следователи, какие-то полномочия. То есть, в общей сложности силовиков у нас 20 тысяч, которые проверяют бизнес и могут возбудить уголовное дело. То есть, представляете, плательщиков НДС у нас сейчас всего работающих, это 300 тысяч предприятий. То есть, на 300 тысяч предприятий 20 тысяч силовиков. И на работников налоговой инспекции 60 тысяч. То есть, как вы думаете, кто кого победит? Ну, конечно же, государство их победит. Понимаете? Поэтому их количество предприятий постоянно уменьшается. То есть, за 2015 год, даже если просто зайти на статистику, государственную статистику, то мы увидим, что количество предприятий юридических лиц за 2015 год уменьшилось на 200 тысяч. То есть, просто, ну, я не знаю, эти предприятия вообще исчезают, или они в тень просто уходят. Ну, куда вот они деваются? На 1 января 2015 года было зарегистрировано физических лиц предпринимателей, по-моему, было 2,3 миллиона предпринимателей частных. Но оказалось, что из них подают отчетность и платят налоги только, по-моему, миллион 200 или миллион 300. То есть, почти миллион этих частных предпринимателей исчезли куда-то. То есть, они вот, ну, представляете, приходит человек, он зарегистрировался, он хочет вести какой-то бизнес, он начинает. И через какое-то время вдруг он перестает подавать отчетность и перестает платить налоги. Все. То есть, понятно, что человек столкнулся с чем-то, с какой-то невидимой стеной, и принял для себя решение, что работать надо в тени. То есть, ну, я сомневаюсь, что предприниматель, который принял решение чем-то заниматься, вдруг передумал. Наверняка он продолжает заниматься, чем он занимался, но просто он решил для себя, что надо работать в тени. То есть, вот эта вот политика государства запугивания, страхи все время держать, какие-то непонятные системы автоматизации, вот эти НДС-счета, которые ввели, которые просто поставили на уши весь бизнес. То есть, это все неправильно. То есть, ну, по результатам мы видим просто и падение экономики, и уменьшение количества предприятий. То есть, понятно, что правительство идет не туда, куда надо. То есть, это, ну, как бы явный маркер, что что-то делается не так. Но я что-то не вижу, никакой там смены курса, или какого-то там раскаяния, или сказать, да, мы ошиблись, мы сейчас будем делать вот по-другому. Нет такого, понимаете. Поэтому вот эти вот две вещи, которые необходимо сделать, убрать вот этот страх предпринимателей открывать свой бизнес и привести ставки в соответствие с мировой практикой, как для тех стран, где идет активный экономический рост.